Не, ну только не кидайся. А мой имя Дёня в парке. Смотри, в Сашку попадешь. Саш кидает мешками, они вроде у нас на коньках катаются. Это мы в Наташинском парке в Люберцах. Развлекаемся так. Здорово. Она, короче, на сегодня развлекательная программа. Сначала два дружка покатались, там почти кофе попили. Ребенок просто, она чайку попила, побрелась. Вот. И сейчас пришли на каток. Здесь, конечно, каток классный. Вообще он, ну, разделен как-то типа на две зоны. Там тут в хоккее, а тут просто для деток. Но все равно, знаете, здесь свободно. Ну, народу не так много. Например, у нас просто есть каток в Некрасовке недалеко от дома. Там вообще гоняет очень-очень быстро. Реально малышей, ну, деток таких. Аж много сбивают. А здесь, конечно, классно для маленьких. Есть такие. Смотрите, эта красненькая штучка, ну, кто лучше тут кататься. Так что много разных, короче, у этих вставок. Вот, беру няги очень. Я, она вообще очень довольна. Она обожает каток. Постоянно просит, пойдем на катке кататься. Так что пока зима, пока морозы, вот катаемся, развлекаемся. Конечно, это здорово, такие зимние развлечения. Потом сейчас еще домой, когда пойдем, мы сегодня планируем поехать в Икеа. Кровати девчонку поменять. Потому что у нас Саша уже ушла вылезать из своей кроватки. Малышковой, детской. Мы ее будем продавать. То, что сыночку мы хотим другую кроватку брать. Вот. А девочкам будем по две знаковых. У нас у Лерочки есть раз тысячи кроваток в Икеа. Но она без ящика, и поэтому мне она не очень нравится. Мы будем такие брать, как, знаете, типа, кровати-диванчики, которые еще, ну, раскладываются, увеличиваются. И, типа, ну, большую вообще превращать, мне кажется, это очень удобно. И они с ящиками, поэтому мы поедем, теперь мы будем брать. Причем там две новые кровати. Вот. А тех клиентов будем продавать уже. Вот так. Ну, а мальчику, соответственно, будем покупать. А это у нас Сашуля. Она у нас есть в коляске, как зритель. Ты смотришь, Саша? Саша смотрит, да? Да, нравится тебе? Ты в следующем году, Сашуля, будешь кататься у нас? Сашулька? Сашулька? Та-да! А сейчас, кстати говоря, вот у нас, смотрите, коньки с двумя полосинами. Видите? Это не коньки полноценные, а, ну, такие штучки, которые делаются, ну, на обувь. Вот. Вот эти мы, скорее всего, уже оставим на следующий год. А вот видите, у деток есть вот такие, которые растущие, настоящие коньки. Вот мы хотим в этом году уже сейчас, ну, везде просто сейчас уже очень хорошие скидки на коньки. Ну, на зимний инвентарь. Мы сейчас пока скидочки хотим взять, во-первых, тюбин купить, а во-вторых, коньки. Ну, нормальные, растущие, или ирония. А вот эти вот коньки оставим уже Сашульке на следующий год. Москвич прокачает. А? Москвич прокачает. А-а-а. В общем, здесь здорово. У многих деток вот именно такие, знаете, растущие, я смотрю, коньки беленькие, розовенькие, вот такие, с полозьями. В общем, такие тоже ребенчики возьмем, а эти Сашульки поставим. Да? Саша хочет топать? Ну, вытаскивай. Сейчас Сашулька у нас тоже топать пойдет. И, я не знаю, посмотрю, возможно, еще, сейчас я смотрю, очень хорошие скидки на комбинезоны зимние пошли. Я хочу примонт попробовать. Ни разу мы не брали примонт, а думаю взять хороший тепленький комбинезончик примонт. Но только Лере, Саша, не буду брать, потому что Саша взять Лера, останется вот такой, как без, у нас еще будет. А Леречки уже можно будет примонт взять, потому что из этого она, я думаю, что уже вырастет. В общем, посмотрим. А, Сашулька у нас пошла в саночки. Потому что мы в парке ехали, у нас Саша была в колясочке, потому что она спала. А Лера на санках была. А сейчас папа покатает Сашульку на санках. Мое санки. Да. В общем, развлекаемся в парке. Папа, стой со мной. Эль Рочек, так я с тобой стою. Вон, папа Сашуля вышел на лед. Вообще, я, честно говоря, я кататься сама умею. Катаюсь все хорошо. И я с детства сама катаюсь на коньках. Я очень люблю. В прошлом году мы много катались именно. И я, так как папа у нас не умеет, а я умею, то я Сиронечка каталась на коньках. Вот. И я, честно говоря, с удовольствием встала на коньки. Но нельзя в этом году, пока беременна. Пока я в этом году. Я только сторонний наблюдатель. Так что тут стою. Ах, переготого наблюдаю, как народ привлекается. Но ничего, в следующем году я свое еще возьму. И свое еще откатаю. Я думаю, что таким надо не в прокат. Мы в прошлом году брали ему хотели. Он не красно такие катались. И мы в прокат брали коньки все время. Но у меня это были вот эти три снежные на двух пологах. А я брала в прокатки. Я думаю, что в следующем году я куплюсь уже. И муж хочет, кстати, научиться кататься. Поэтому я думаю, что мы себе уже купим просто коньки полноценные. Настоящие, чтобы не брать прокат. И буду же мужа учить кататься. И сама буду тоже кататься. Вот так. Хорошо, что у нее комбинезон, Улера. Мягенький такой. Тепленький. Хоть падать не больно. Потому что она катается, как неваляшка, конечно. Но зато у ребенка столько радости и столько удовольствия. Леронь, тебе нравится кататься? Лерочка? Лер, тебе нравится кататься? Да. Да, щечки уже розовые. Не замерзла? Нравится? Езжай, езжай за папой. Вот так. Так что вот так мы проводим выходные дни, когда папа у нас дома. Все дома. Можно отдыхать, можно развлекаться. Красота. Столько у детей радости. И папа рада, и мама рада, и дети рады. Вообще хорошо. Такие вот выходные у нас активные сегодня. Мы в Икея в отделе кухонь пришли первым делом. Потому что выбираем кухню для новой квартиры. И хотим, уже приезжаем, конечно, не первый раз. Но хотим еще посмотреть. Я хочу немножко следом фасадов определиться. Потому что не знаю, честно говоря, как он хочу. Вот, смотри. Вот эти, по-моему, тоже без ручки тут. А, нет, вот ручка. Вот такие есть. Алисовый. С белым штанем. Ну, вот такие ручки типа. Ну, они не совсем скрытые, конечно. Но вот такие ручки тоже прикольный вариант. Но я хотела... Именно... Вот, все. Иди сюда, по цветам посмотрим. Ну, давай сначала по цветам посмотрим. Вот цвета фасадов у них. Вообще, конечно, вот это... Мне все в Икея нравится. Кроме того, что у них очень скудный выбор цветов. Красный. Он даже не красный. Ну, вот на камере кажется красным. Но по мне так он скорее оранжевый. Такой. Не знаю. Снаружи лак. Внутри такая ребристая поверхность. Вот. А из тех фасадов, что я выбрала, то, что мне нравится, это вот эти со скрытой ручкой. Кстати говоря, они внутри по-другому сделаны. Глазненькие. И вот такая скрытая ручка. И в этих фасадах, получается, три цвета есть. Беж вот такой, коричневый. Но коричневый он не глянцевый, даже матовый получается. Да. И, по-моему, белые есть. Да. Вот они. И беленькие из этой же серии. Вот. И все. То есть, вот как бы я хотела со скрытыми именно ручками. Потому что, ну, мне кажется, и умыть их удобнее. Для деток это лучше. Но с цветами, конечно, тут полный косяк. Не знаю. Мне кажется, если делать бежевую коричневую, не знаю, как-то скучно, что ли, будет. Не могу сказать. Не знаю. Я, конечно, хотела сочетание, типа бордовый и бежевый. Но вот этот красный и вот тот бежевый, если это как-то вот, ну, так, если вам показать, не знаю. Вот бордовый, о, бежевый и низ бордовый вот такой. Он не бордовый, он красный. Мне кажется, не то, совсем не то. То есть, если сочетать, то, наверное, только так и делать, так, как вот у них комбинируется. А вот эти коричневые, ну, как под дерево, и бежевые. Не знаю, сейчас посмотрим, есть эта кухня где-то представлена. Может, я просто пошел посмотреть. Да, вон она. Вот она как раз-таки представлена в том сочетании, с которым я ее смотрю сейчас. Да, вот, кстати говоря, но у меня, конечно, прям целиком вот так не грезит большая стена, но будет обязательно вот такая колонна, где будет встроена духовка и встроена микроволновка. Ну, вот, в принципе, да, смотрится тоже классно. Я вот сейчас смотрю. Вот, если делать колонну такую коричневую, да, получается, а саму кухню, вот, смотрите, как круто смотрится. Ну, конечно, камера не так передает. Низ вот этот коричневый и бежевый вверх. Вообще, я очень даже неплохо. Если еще хороший цвет плитки вот этой, подобрать, партука, мне кажется, будет вообще классно. Ну, посмотрите, как ручки сделаны. Видите, она скрытая ручка. Опа! Вот так выказывается. Все, потому что у нас ручки такие были первые вообще с острыми концами, и детки постоянно не вцеплялись. Вообще было неудобно. А это прям классно. Прям удобненько. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что там. Видите, в этой кухне? Ну, вообще, кухня неплохая. И, кстати говоря, смотри.